Есть такая фраза очень хорошая, вообще люди часто ли задумываются о своем питании? Мы когда уже знакомимся с Wellness, уже много лет с ним знакомы, а кто-то может быть только с приходом Wellness в компанию начал задумываться о своем питании. Но вообще в целом, если людей посмотреть, знакомых, малознакомых людей, задумываются ли люди о своем питании, о том, что они едят, о том, что мы едим. Спасибо, друзья, всем доброе утро. Мы начали наш сегодняшний вебинар о Wellness, о том, поговорим сегодня, что в нашей жизни все-таки зависит от питания, причем тут здоровье, как оно зависит от питания. Вот это выражение очень хорошее, оно много всего отражает и заставляет задуматься, что здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить, но меньше всего берегут. Мы всегда там на праздниках друг к другу желаем здоровья, здоровья, здоровья. Но это вот зачастую просто слова, задуматься, все-таки, как сохранить свое здоровье на долгие годы. Ну вот не у всех получается, хотя сейчас вы правы, абсолютно, да, тенденция такая, что люди уже выхода просто нет, люди задумываются о питании, задумываются о том, что они едят. И вот сегодня мы будем говорить с вами о коктейле Natural Balance, о том, какая это полезная и уникальная еда. Поговорим о том, почему важно правильно питаться и, к сожалению, как наш организм реагирует на какие-то неправильные, вредные продукты, что может произойти. Для этого нам нужно, ну вот, хотя бы примерно представлять, да, мы не врачи, большинство, как наш организм работает. Мы с вами знаем, что организм человека – это совершеннейшая система, при том, что она умеет самовосстанавливаться и саморегулироваться, да, такая биохимическая система. Она сформирована, можно сказать, таким эволюционным длинным путем, и человек, как ученые сейчас говорят, да, имеет набор генов продолжительностью, там, 120-130 лет примерно. Хотя живем мы в среднем все-таки поменьше, да, но можем жить дольше. В Древней Греции был такой отец медицины, да, Гиппократ, который был убежден, что все болезни – это вовсе не проклятие богов, как тогда считалось, да, у большинства. А знаете, откуда все болезни? Все болезни возникают от дисбаланса элементов питания и от недостатка физкультуры. Это в Древней Греции, да, до нашей эры. Хотя есть данные, что Гиппократ прожил там, по некоторым данным, 90 лет, по некоторым данным, там, 104 года. Вот сейчас, в наше время, существует целый ряд заболеваний, напрямую связанных с неправильным питанием. Вот посмотрите, страшный такой вот слайдик, запугивающий население, да. Вот, практически все нормы обмена веществ, да, запросов человеческого организма, они сформировались вот еще тогда, да, там, 40 тысяч лет назад. И с тех пор, на самом деле, генетически человек не изменился. Да, менялось все вокруг нас, вокруг человека. Да, и тогда, там, и тысячу лет назад, там, и больше, да, человек тратил примерно 5000-6000 килокалорий в сутки, да, в день. Но тогда не было гамбургеров, не было шоколада, не было там пищи с глубокой технологической такой обработкой, да, не было трансжиров, которых мы сейчас много знаем. Время шло, жизнь менялась, да, за мамонтом уже бегать, как говорится, не надо. Мы сели все в машины, даже уже, вон, эти самые, лук не косим в основном, да, все это делают комбайны. И уже в прошлом веке, в 20-м, да, к 50-м годам, вот эти энергозатраты человеческие, они сократились примерно до 3500 килокалорий. Вот, и буквально вот за последние 20 лет, уже вот начало 21-го века, да, конец 20-го века, двигательная активность с тех пор человека уменьшилась вдвое, в два раза. То есть, вот представляете, да, если тогда было в 50-х годах 20-го века 3500, человек сжигал, да, килокалорий в день. Сейчас энергозатраты уменьшились, составляют они примерно там 1700-2000 килокалорий в сутки, потому что изменился наш образ жизни, да. Но наш организм-то остался такой же, как и 100, как и 1000 лет назад. А сколько мы сейчас съедаем, то есть, если реально потратить, мы можем около 2000 калорий, а съедаем, ну, вот кто 3,5, кто 5 и так далее. То есть, если последить за калориями, действительно так происходит. А что мы съедаем, да, мы знаем, что пищевая культура у нас ушла далеко от природы, здоровье ухудшается, да, у населения. Что такое сельское хозяйство? Сельское хозяйство – это удобрения, частую химические, да. Коровы мы знаем, что выращиваются уже на, не только коровы, да, на гормональных препаратах, там, на каких-то продуктах химического синтеза. Мы это все употребляем в пищу. Добавьте к этому привычки питания, ну, неправильные, да, какие-то увлечения сладостями, увлечения фастфудом, вот эта вот еда на бегу, нерегулярное питание, да, алкоголь, и ожирение в мире растет, вот, и сейчас считается, что подростки нынешние, да, слабее своих сверстников, чем вот они были 30 лет назад. Это все связано с питанием. И диабет добавляется, да, и вот вы видите, ишемическая болезнь сердца, и там склероз сосудов мозга, и гипертония, там, и так далее, да, разные болезни. Причина которых, ну, вот, в соответствии с принятыми международными стандартами, состоит в неправильном, в нездоровом питании и недостатке физкультуры. То, о чем говорил Гиппократ до нашей эры. Сейчас об этом говорит наше здравоохранение. Вот, поэтому можно посмотреть на слайд, на котором вы видите как раз вот часть заболеваний, напрямую связанных с этим самым неправильным питанием. Поэтому вы правильно все пишете. От халатного отношения к себе, да, от, к своему организму люди, ну, люблю, вот я сладкая, я вот люблю там алкоголь, кто-то скажет. Я люблю там эти самые гамбургеры поесть и так далее, и так далее. От своих вот этих вот люблю. Люди игнорируют законы природы и, к сожалению, платят вот такую вот цену. Ну, мы говорим, что это не с нами, это все может поменяться. На самом деле, все просто. Все вот эти болезни, они связаны с нарушением обмена веществ. Мы говорим, что наш обмен веществ, да, он, еда, нужно, чтобы еда поступала в наш организм, чтобы его запустить. Называют обмен веществ еще метаболизм. Да, вот вы видите на слайде, который включает в себя два противоположных таких процесса. То есть сначала идет катаболизм, да, разрушение окисления, и анаболизм, это когда синтез идет или восстановление. То есть все питательные вещества, которые попадают в наш организм, сначала распадаются на мелкие составляющие, да, затем эти частички используются организмом для восстановления каких-то собственных тканей. Вот и все, да, все очень просто. И вот этот вот обмен веществ в организме происходит постоянно, без остановки. Это углеводный обмен, да, это жировой обмен, белковый обмен. Мы говорим, что белки, жиры, углеводы – это основные питательные вещества, которые использует наш организм для своих строительных нужд, да, для того, чтобы он жил. Причем углеводы, да, у нас участвуют как топливо во всех процессах. И на самом деле мы знаем, что пища современного человека сильно перенасыщена углеводами, быстрыми, да, как мы их называем, простыми углеводами. Вот знаете, давайте сейчас порассуждаем по поводу сахара, например. Вот есть данные о том, что еще 100 лет назад на одного человека в год приходилось не более 1 килограмма сахара. На одного человека в год. Вот, представляете, все население, да, на одного человека в год 1 килограмм сахара. Всего лишь 100 лет назад. Как вы думаете, сколько сейчас мы употребляем сахара? Да, коллеги мои уже комментируют, сколько сейчас мы употребляем сахара. Ну, попробуйте порассуждать, напишите в чате. Много, Таша пишет. 12-20 килограммов. Ну, вот, да, в среднем кто-то 20 съедает в год, кто-то 12 съедает. Это в год на одного человека. Ага, то есть было 100 лет назад 1 килограмм, Ольга предполагает, что сейчас 2 килограмма. Знаете, какая цифра? 40. Это 40 килограммов. А, это в месяц 2 килограмма. Ну, да, кто-то больше, кто-то меньше, но в целом, представляете, 40 килограммов. Вот, куда их девать, простите, эти 40 килограммов сахара? Наши мышцы не могут полностью, да, использовать вот эту вот энергию углеводов, это все сжечь в связи с малоподвижным образом жизни. Да, и в результате возникает, конечно, переизбыток углеводов. Да, совершенно верно, сахар у нас практически во всех продуктах содержится. Что организм делает, когда в него поступает сахар? Да, у нас есть поджелудочная железа, которая вырабатывает в кровь, вот при таком количестве, да, поступления сахара, в десятки раз больше инсулина, чем обычно. Потому что мы знаем, что инсулин нужен для того, чтобы транспортировать, да, глюкозу через клеточную мембрану клеток. То есть правильно утилизировать, скажем так, да, сахар. И когда вот такой высоченный фон инсулина, организм к этому привыкает. Хорошо это или плохо, как вы думаете? На самом деле это плохо, потому что клетки организма перестают адекватно на него реагировать. Вот, во-первых, клетки перестают узнавать, ну, как бы, да, распознавать инсулин, да, и в результате чувствительность клеток к инсулину снижается. Вот вы видите название вот такое, вот мы его запомним, хоть оно и медицинское, да, такое немножко. Да, правильно, вы пишете, развивается инсулинорезистентность, и глюкоза превращается в жир. Куда-то ей нужно деваться из крови, да, то есть организм ее запасает на всякий случай, на случай войны, как говорится. Во-вторых, сам инсулин подавляет распад жиров, что также приводит к накоплению избыточного веса. То есть если, вот знаете, такой замкнутый круг получается, да, если причина ожирения как раз инсулинорезистентность, то причина усиления вот этой самой инсулинорезистентности, да, привыкания, ожирения. Вот такой вот порочный круг. Ну вот есть, да, цифры доказаны, что при увеличении веса человека на 40% выше нормы, снижается его чувствительность к инсулину также на 40% и даже более. Это очень много, это ведет к целому ряду там определенных патологических изменений. Сейчас я слайдик переключу, мы увидим норму. При таком нарушении углеводного обмена, можно сказать, да, углеводы, они переориентируются, и возникает такое усиленное образование жира в организме. Вот, то есть в норме что должно происходить? В конце каждой еды, там, съеденных нами углеводов, 70% съеденных углеводов поступают в кровь, используются как источник энергии, а 30% они отправляются в разные места, да, в жировые клетки, где запасаются впрок, можно так сказать. А при инсулинорезистентности все происходит наоборот, то есть цифры меняются местами. Всего лишь 30% углеводов поступают в кровь, и 70% сразу же направляются вот в те самые жировые запасы. Сейчас мы поговорим, где эти жировые запасы, да, обычно откладываются. В результате что происходит? Кровь у нас обедняется глюкозой, и человек даже после еды чувствует себя голодным, обессиленным, да, и при этом идет нарастание веса. Сталкивались с такими ситуациями, да? Почему очень важно на wellness клубах всегда сопровождать людей, да, потому что вот эти проблемы мы должны понимать, знать, да, и четко людей как бы вести, потому что человек ест, а у него уже наступила вот эта вот самая инсулинорезистентность, да, и нарастание веса будет идти. Ну, бывает, даже если есть вес в норме, да, тоже бывает инсулинорезистентность, когда начинается, да, нарушение углеводного обмена. Вот. Причем есть еще исследование о том, что сахар связан еще и с коллагеном, да, слышали, что вызывает там, когда избыток сахара вызывает усиленное образование морщин, да, старение, то есть употребление сахара, можно сказать, способствует старению кожи больше, чем по некоторым данным даже длительное пребывание на солнце. Вот, то есть, если человек сладкоежка, то омолаживающие кремы, конечно, очень хорошо, но здесь очень важна красота изнутри. Мы про сладкое тоже с вами поговорим, да. Считается, что увеличение сахара в крови, по-моему, на 1 миллиграмм приводит к старению организма на 5 месяцев. Вот есть такие данные, да, исследования о том, что всего лишь на 1 грамм сахара больше в кровь поступает. И человек интенсивнее стареет. Вот, это гликирование называется, оно так постепенно нарастает, оно накапливается с годами, это, знаете, как ржавчина, да, на металле постепенно-постепенно нарастает, чем дальше, чем хуже. Вот, поэтому не надо, есть так много сахара, да, все очень, вот это вот нарушение толерантности к глюкозе, да, повышение веса, это все неприятно, это там суставы больные, это атеросклероз, да, это может быть там варикозное расширение вен. Ну вот, все вот так вот было бы плохо, да, если бы не появление, чего бы вы думали, да, в Reflame, в компании Reflame, коктейля Natural Balance. Есть хорошая новость, она заключается в том, что этот процесс можно запустить в обратную сторону. Вот, ну, конечно, да, начинать никогда не поздно, мы знаем о том, что каждый день в нашем организме замещается 300 миллиардов клеток, и за один год мы можем, на самом деле, распрощаться со многими хроническими заболеваниями при условии каком, друзья, при условии правильного питания и физической нагрузки. Да, наговорили мы тут всего страшного, может показаться, что весь вред от углеводов, но на самом деле, конечно, от углеводов, в принципе, отказываться нельзя. Углеводы, как мы сказали уже, это наше главное топливо, благодаря которому работают наши мышцы, сердце, мозг, да, и прочие важные органы. Просто нужно употреблять правильные углеводы. Углеводы, входящие в состав, как раз коктейли Natural Balance, являются медленными, медленно усваиваемыми. Да, совершенно верно, мы знаем, что есть быстрые, все, что связано с сахаром и мукой, да, вот мы это вот можем исключить из нашего питания полностью. А есть медленные углеводы, да, которые постоянно дают нам энергию, имеют низкий гликемический индекс, и они более полезны, мягко так говоря, да, более полезны, чем быстрее. Что такое гликемический индекс? Уже вот с этим понятием, да, большинство научилось работать очень хорошо. Раньше его знали, это понятие только те, кто сталкивался, да, с диабетом. Сейчас это понятие абсолютно для всех людей. Гликемическим индексом называют влияние, да, употребленных, употребляемых нами углеводов на уровень сахара в крови. И чем меньше, чем ниже гликемический индекс пищи, тем стабильнее вот то самое содержание сахара в крови, и тем стабильнее наша энергия, и чувствуем мы себя лучше. Почему это нужно знать? Потому что после употребления вот тех самых быстрых углеводов, да, или простых углеводов с высоким гликемическим индексом голод, начинает одолевать очень скоро, очень быстро. Вот можете даже вспомнить, да, что примерно через там полтора часа, после того, как поели, да, вот это вот состояние, оно как бы к исходному уровню возвращается, а затем только усиливается. Что происходит? Человек опять хочет что-то поесть, пьет чай с печенюшками, да, опять вот этот скачок гликемического индекса, опять сейчас какое-то время упадок сил, и вот туда-сюда прыгает, да, у нас этот сахар в крови. Для организма это очень вредно. Вот, ну, можно сравнить, как топить печь, например, бумагой. Чем люди топят печь? Вот если ее топить бумагой, да, толку будет мало, а сгорать она будет очень быстро. Вот это то же самое у нашей простые или быстрые углеводы. Резко повышают уровень сахара в крови, в ответ резкий выброс инсулина, да, его больше, чем нужно по норме, да, вот того самого гормона, который регулирует сахар, понижая его. Инсулин начинает судорожно распихивать, да, можно сказать, поступившие простые углеводы. Куда мы с вами уже знаем, куда? В жировые клетки, а им это и надо, да, что наши жировые клетки любят. Они любят расти, они любят пухнуть, поэтому они это ждут, можно так сказать. А нам надо думать. Вот, а продукты с низким гликемическим индексом, там есть, да, определенная графа, все, что ниже 55 гликемический индекс, это низкий. До 70 это средний, от 70 до 100 это высокий, да, если за сотню брать индекс глюкозы, то есть вот такое вот насыщение, да, по глюкозе считается. То есть медленные углеводы, они перевариваются медленно, они высвобождают постепенно расходуемую энергию, которая как раз сдерживает приступы голода, не вызывает вот этого вот самого, да, резкого подъема инсулина. И мы долгое время остаемся сытыми и довольными. И вот эти вот картинки, да, они уже тогда не про нас. Вот, конечно, предпочтительнее здесь, понятно, питаться медленными углеводами с низким гликемическим индексом. Ну, давайте мы их перечислим. Какие, как вы думаете, продукты содержат низкий гликемический индекс? Например, фрукты, да, фруктовый сахар имеет низкий гликемический индекс, то есть 55 и ниже. Там, поскольку фруктоза, да, в отличие от глюкозы, не вызывает вот таких вот резких колебаний сахара в крови, поэтому полезные, да. Цельнозлаковые продукты, каши, совершенно верно, бобовые, там, овощи. Это все продукты с низким гликемическим индексом. И, конечно же, в этом же контексте можно рекомендовать, друзья, наш коктейль Natural Balance, поскольку его гликемический индекс равен 28 на одну порцию. Это мало, конечно, очень низкий гликемический индекс, очень хорошо. То есть, кроме вот медленных углеводов, да, сам белок, он снижает уровень, это же белковый коктейль, уровень колебаний сахара в крови. И в результате не только сам коктейль сам по себе, да, является очень полезным продуктом с низким гликемическим индексом, но получается, что он имеет влияние и снижает вот это негативное влияние других продуктов. Доказано, да, что коктейль может контролировать голод, может контролировать аппетит, казалось бы, да, голод и аппетит. Чувство усталости, ну, на самом деле, на длительное время, примерно на 4 часа. При смешивании продуктов с высоким гликемическим индексом, да, и коктейля с низким гликемическим индексом вы можете снизить общий гликемический индекс потребляемой пищи. И вот тогда не будет вот таких вот резких скачков глюкозы, да, и тем самым коктейль, конечно, будет помогать сбрасывать лишние килограммы. Итак, пожалуйста, используйте для урегулирования, да, гликемического индекса, в том числе для урегулирования обмена веществ, рекомендуйте коктейль Natural Balance, да, примите правильное решение, конечно, он помогает избавиться от инсулинорезистентности. Если нет, если не избавляемся от инсулинорезистентности, тогда начнет накапливаться, давайте немножко поговорим об абдоминальном жире. Существует два типа ожирения, посмотрите на картинки, андроидный и геноидный, да, такой вот или яблоко видный, или грушевидный, да, по мужскому как бы типу, по женскому типу. Самый прогностически плохой, как говорят медики, знаете, какой? Это андроидный тип ожирения. Врачи говорят о том, что абдоминальный жир, да, совершенно верно, вот это вот яблоко, является практически эндокринным органом, в котором синтезируются определенные биологически активные вещества, которые повышают артериальное давление, которые сбивают уровень половых гормонов. Тем самым формируется так называемый метаболический синдром, который ведет к сосудистым катастрофам. Вот, ну, не знаю, каждый человек знает или не каждый человек знает, некоторые, кстати, не обращают внимания, да, присутствуют ли у него и излишки жира. Да, многие, например, заблуждаются относительно своей формы, считая, например, что, ну, там, худые стройные ножки, да, там, худенькие ручки при таком, как бы объемном животике. Это не повод для беспокойства, да, для кого-то это норма. Все может быть. И как мы привыкли считать, есть лишний вес или нет, норма или не норма? Мы привыкли вставать на весы, да, и смотреть по весу, либо по индексу массы тела. Совершенно верно. Это все правильно, да, потому что у людей разная конституция, разная генетика и так далее, и так далее. Вот, а также было проведено исследование, которое установило, что очень важно измерять окружность талии. Чем больше она превышает норму, тем больше вред именно жир, да, вот в этом вот месте наносит вред организму. Проверить, есть ли у вас ожирение или нет, очень просто. Просто нужно измерить объем талии. Да, по размеру талии можно предсказать, как врачи говорят, риск развития сахарного диабета, да, второго типа, вот того самого метаболического синдрома, инсультов, инфарктов и так далее, да, каких-то заболеваний сосудов и сердца. Всемирная организация здравоохранения определяет, что объем талии у мужчин должен быть не больше 94 сантиметров в норме, да, когда нет лишнего веса, а у женщин не более 85. Если же окружность талии у мужчин больше 102 сантиметров, а у женщин более 98 сантиметров, то это уже как раз вот то самое абдоминальное ожирение. То есть большую часть избыточного жира, да, составляет вот этот вот внутренний висцеральный жир, так называемый. Я думаю, что все этими понятиями уже оперируют, знают, что это такое. Вот, можно посмотреть соотношение, вот величины, вы видите тоже на слайде, соотношение объема талии к объему бедер, которое тоже может свидетельствовать или нет об вот этом самом абдоминальном типе ожирения. Величина соотношения объема талии к объему бедер у женщин должна быть не больше 0,85. То есть вы берете, делите, да, объем талии на объем бедер и получаете вот этот вот индекс. А у мужчин не более единицы. Какая связь, как вы думаете? Вот, ожирение и размера талии с такими вот серьезными заболеваниями, да, с заболеваниями внутренних органов. На самом деле связь действительно очень проста. Когда количество жира перешагивает определенные пороги, то его избыток, куда-то ему нужно деваться, он начинает откладываться как раз на внутренних органах, на печени, поджелудочной железе. Конечно, все это грубо нарушает их работу. Так что обязательно нужно следить за своим весом и не только за весом, но и за окружностью талии. И, конечно, не стоит падать в обморок, если кто-то сейчас померил талию, да, появились какие-то критические цифры. Не стоит кидаться в крайности и начинать какие-то зверские голодовки, да, садиться на жуткие диеты. Надо просто подумать, пересмотреть свое питание, свой образ жизни и, безусловно, начинать худеть, вернее, начинать стройнеть, так скажем, да. Потому что красиво слово худеть от слова худо, да, слово стройнеть от слова стройный и красивый. И, безусловно, да, этому, конечно, поможет коктейль natural balance. Что же такое, есть у меня еще такой слайдик про метаболический синдром. Почему это скрытая угроза? Вот, еще его называют смертельный квартет. Что туда входит? Почему квартет? Потому что это артериальная гипертония, это ожирение, это диабет, это атеросклероз. Вот они, 4 заболевания. А коварство этой патологии заключается в том, что она поражает артерии во всем организме. Хоть и в разной степени, и развивается это медленно, да, поэтому человек это может не замечать, собственно, ну, постепенно, постепенно. И отложение так называемого плохого, да, холестерина возникает на внутренней стенке кровеносного сосуда, который называют атеросклеротическими бляшками. Происходит такое вот, да, сужение просвета сосудов и деформация, да, определенных участков этих сосудов. Ну, вот, к сожалению, приводит это и к нарушению циркуляции крови, да, и к еще более серьезным последствиям. Вот, все эти болячки имеют единый, скажем так, механизм, что ли, происхождения, о котором мы сейчас все время говорили. Это та самая нечувствительность тканей, к чему? К инсулину, друзья. Вот. Но это еще не все. Помните, я вам обещала, что мы поговорим буквально несколько слов о сахарной зависимости, да, что это такое? Другие, вообще есть исследования ученых Пристонского университета, которые пришли к выводу, что сахар нужно расценивать как наркотик. То есть это тоже зависимость такая. Оказывается, сахар чрезвычайно легко вызывает привыкание. Слышали об этих исследованиях? Вот, и были там сделаны определенные МРТ-снимки, да, головного мозга, сделанные во время потребления пищи. Мне показывают, что сахар стимулирует наш мозг таким же образом, как и кокаин, например. И когда сладкое вещество попадает на язык, увеличивается приток крови к мозгу, выделяется допамин. То же самое происходит, когда зависимый человек принимает алкоголь, например, или наркотик какой-то. Люди, которые часто употребляют мороженое, пирожное, шоколад, кто любит газированные напитки, сладкие и так далее. Вырабатывается у таких людей постепенно привыкание к сахару, толерантность называется сахарная. Точно так же, как и наркоманам и алкоголикам, нужно, чтобы получить удовольствие, все больше и больше повышать эту дозу. Поэтому, когда люди говорят, я сладкоежка, ну, вроде как звучит, конечно, это красиво, приятно, вкусно, да, сладко. Для общества никакой угрозы, да, в отличие от других зависимостей. Вот, но, тем не менее, это тоже зависимость. Для человека-то, для самого это плохо. Ну, так, мягко говоря, да, очень плохо. Вот, а как в коктейле Natural Balance, мы знаем, да, содержатся все незаменимые аминокислоты, в том числе трептофан. А известно, что уровень серотонина зашкаливает в моменты счастья, да, который падает в моменты депрессии. Так вот, определенный процент серотонина, он синтезируется у нас там шишковидной железой и жизненно необходимой из вот этой вот аминокислоты трептофана. Почему мы им говорим жизненно необходимые аминокислоты или незаменимые аминокислоты. Вот, поэтому люди, которые постоянно употребляют коктейль Natural Balance, можете, кстати, согласиться сейчас со мной в чате, такие люди, там, допустим, 3-4 недели ежедневно употреблять, если коктейль, то такие люди ощущают, что сладости не нужны, уже не хочется. Таких, на самом деле, примеров вот так вот, да, выше крыши, как говорится. И уровень глюкозы в норме, и гормон счастья вот этого самого, да, в норме. Вот, но это еще не все. То есть мы знаем, доказано, да, что природа всех зависимостей одинакова, а это значит, что употребляя коктейль Natural Balance, в принципе, мы можем, ну, где-то вполне влиять на разные виды зависимостей. Да, ну, слава богу, там, может, можем сказать, что эти проблемы не для нас, у нас нет таких зависимостей. Прекрасно, все прекрасно, но, однако, да, вот совершенно верно, Юля пишет, что я ощутила на себе, у нас много таких историй, когда люди не могли прожить одного дня там без, чтобы не съесть плитку шоколада или килограмм печенюшек, и после употребления коктейля на регулярной основе, да, это все становится просто как-то ненужным, и не хочется уже, вот, за этим самым бежать в магазин. Вот, тем не менее, клетки в нашем организме нуждаются в постоянном обновлении, в постоянном сбалансированном питании. Слава богу, если нет этих заболеваний, если нет инсулинорезистентности, если нет метаболического синдрома, если нет сахарной зависимости, клетки все равно должны обновляться и рождать, да, здоровые клетки, себе подобные. И, значит, конечно, это все нужно обращать внимание на сбалансированное питание. Человек – это белковый организм, ему каждый день для обновления клеток нужна именно белковая пища, да, а не сахар. Любой организм состоит из белков, а белки, мы знаем, в организме, да, они синтезируются из аминокислот, которые образуются в результате расщепления белков из пищи. И в различных природных источниках белка насчитывается более 80 аминокислот, ну вообще, в принципе, да, в пищевых продуктах, которые человек используется, аминокислот насчитывается 20, а тех самых незаменимых, которых вот мы обязаны употреблять там, да, постоянно, ежедневно, сколько всего? 8, эти аминокислоты, да, которые принято называть незаменимыми или там жизненно необходимыми, их всего 8, и все они есть в коктейле Natural Balance, вот, они не зря называются, да, незаменимыми, вот здесь мы можем прочитать стишки про, чтобы легче запомнить название этих аминокислот, но на самом деле не так принципиально запомнить название, да, главное запомнить, что они незаменимые, и они обязательно нужны, да, для нормального формирования костей, для нормального усвоения организмом кальция, они участвуют в организме формировании ферментов, гормонов, антител, формировании, кстати, того же самого коллагена для нашей, там, красоты, да, и упругости кожи. Например, лизин имеет противовирусное действие, да, особенно в отношении вируса герпеса, да, мы знаем такой вирус, там, каких-то острых респираторных инфекций. Метионин участвует в переварении жиров, предотвращает их отложения, там, вот как раз в печени или там в стенках артерий, да, когда плохой холестерин не образуется, там, не откладывается, способствует пищеварению, даже рекомендуется при отравлении, да, потому что дезинтоксикации способствует. Выраженным антиоксидантным действием обладает фенилаланин, он в организме превращается в другую аминокислоту, которая называется тирозин, да, здесь она не указана на слайде, тирозин, которая влияет на настроение, которая способна уменьшить боль, которая улучшает как раз память и обучаемость, да, то есть аминокислоты еще и для этого необходимы. Если человек постоянно чувствует себя каким-то раздраженным, там, есть нарушение сна, то как раз вот того самого трептофана, да, аминокислоты вот этой в организме не хватает, потому что трептофан, он действительно действует как настоящий антидепрессант и помогает уменьшить и беспокойство, и какое-то напряжение, и говорят, что даже нивелирует как бы негативное, уменьшает вредное воздействие никотина. Трианин участвует в синтезе коллагена и эластина тоже для красоты нашей кожи лица. Лейцин восстанавливает кости, мышцы, поэтому очень так рекомендую, да, после каких-то травм, операций, он же, кстати, снижает, это же аминокислота, уровень глюкозы, да, в крови. Валин необходим для нормального обмена веществ в мышцах, для восстановления, ну, если что, какие-то поврежденные, да, ткани. Изолейцин, он необходим для синтеза гемоглобина, он стабилизирует, он регулирует уровень сахара в крови. Ну, он, вернее, правильнее сказать, она, да, вот эта вот аминокислота. И если отсутствует какая-то даже одна аминокислота, то, к сожалению, в организме приостанавливается образование белков. И организм, что вы думаете, начинает делать? Начинает потреблять аминокислоты из собственных белков для поддержания, ну, собственно, да, определенных там функций для работы сердца, для работы мозга, там, да, для работы наиболее важных органов. Все остальные органы ему уже не нужны. Здесь важно сохранить жизнь, да, организму. Поэтому происходит вот такой вот усиленный распад белков именно скелетной, да, мускулатуры, там, печени, крови, кожа ухудшается и так далее. Вот, ну, конечно, это все неприятно. Человек может чувствовать снижение аппетита, анемию, ухудшение состояния кожи, слабость и даже истощение. То есть, если это все серьезно, то доходит вот действительно до истощений. Потому что и заметно в первую очередь, потому что в первую очередь организм начинает белки из мышц использовать. Это все становится видно, вот, и, конечно, это может быть, там, и депрессия, и, там, дистрофия, и задержка роста, и все что угодно. Вот, ну, и, конечно, сосудистые катастрофы в том числе, да, мы об этом говорим. Какова же суточная норма белка для взрослого человека? Конечно, это все зависит и от пола, да, и от возраста, от физической нагрузки человека, спортсмен, там, не спортсмен и так далее. Вот, в целом, в среднем, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная потребность в белке составляет 0,75 грамма на 1 килограмм массы тела человека. Вот, зная, что в одной порции коктейля у нас 7,5 граммов белка, мы можем примерно, да, вычислить максимальное количество, там, оптимальное количество потребления коктейля в сутки. То есть примерно, там, если мы 70-75% всех видов белков должны поступать с привычной пищей, да, около 30% в виде коктейля Natural Balance, иногда мы можем позволить себе и больше коктейля выпить, да, допустим, там, некогда пищу готовить, там, или какой-то период каких-то интенсивных физических нагрузок, тогда мы спокойно можем вообще увеличить потребление коктейля до 50%, вот, и примерно это получается 1,5-2 порции для женщин и 2-2,5 порции в сутки для мужчин. Вот это вот такая, да, оптимальная норма коктейля Natural Balance. Вот, конечно, очень несложно на самом деле, даже проще всего с помощью коктейля Natural Balance сбалансировать свое питание, он так и называется, да, у нас Natural Balance. Вот, в состав коктейля, мы знаем, входят тщательно отобранные ингредиенты, подобранные они все таким образом, чтобы соотношение вот белков, жиров, да, углеводов было действительно оптимальным, 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 сбалансированным. Давайте повторим, что входит в состав у нас коктейля. Это яичный протеин, да, это дополнительное употребление полинонасыщенных жирных кислот ряда омега-3, это очень хорошо, это гороховый протеин, протеин молочной сыворотки, это медленные углеводы из яблок, да, это клетчатка из сахарной свеклы, это шиповник в качестве медленного углевода и витамина С, да, и в качестве подсластителя идет у нас сахарозаменитель такой, сукролоза, который разрешено употреблять людям, страдающим диабетом. Итак, это коктейль Natural Balance, это высоко сбалансированная, высококачественная еда, да, это идеальное соотношение белков, жиров и углеводов, и мы говорим о том, что это лучший метаболический корректор, который нормализует углеводный обмен, про него много сегодня интересного поговорили, который является источником всех незаменимых кислот, и который мы должны употреблять ежедневно. Две порции в коктейле в день в среднем, да, достаточно для поддержания бодрости без инсулиновых скачков. И не забываем, друзья, что коктейль Natural Balance, это действительно идеальный завтрак, вот идеальный завтрак. Причем это действительно не просто полезно, это очень просто. Это просто и это понятно для большинства людей, особенно для занятых людей, да, для тех, кто много работает, много учится, студентов, школьников и так далее. Концепция Wellness завтрака, она как раз для широкой аудитории. Ее проще, знаете, рекомендовать, о ней проще говорить, и, соответственно, проще оформлять подписку большему количеству клиентов, да. То есть здесь мы помогаем людям, не просто им там придумали какой-то простой завтрак, здесь идет решение проблемы, здесь готовое решение. У каждого человека есть проблемы с завтраком, абсолютно, да. Кто-то вообще не завтракает, кто-то завтракает на бегу, для кого-то завтрак – это чашечка кофе. А мы знаем, что правильный завтрак – это не просто слова, да, завтрак лучшее начало дня, а это действительно очень полезно, да, для нашего организма. Поэтому, включая Wellness завтрак в свой рацион, в принципе, не приходится даже людям кардинально менять свои привычки. Ну, мы говорим, да, о большинстве. Просто нужно внедрить как бы, да, завтрак в свой рацион, а это сделать очень быстро, очень просто, получает человек немедленный заряд энергии. Потом это экономия времени колоссальная, да, не нужно там готовить долго что-то. Достаточно, не знаю, там в блендер покидать, грубо говоря, там ягоды, кефир, творог, там сухую смесь, Natural Balance, все это взбить и готов завтрак для всей семьи. Пожалуйста, можно его готовить там на молоке с бананами, как хотите. Кто-то любит с водой, ради бога, да, завтрак – это у нас полноценный завтрак. Мы можем себе позволить и побольше калорий. Мы знаем, что одна порция коктейля на воде – это 65 калорий, да, это, собственно, вообще очень-очень хорошо, так скажем. Поэтому спокойно балансируйте, придумывайте себе разные варианты завтраков, добавляйте к коктейлю Natural Balance, да, один пакетик Wellness Pack. Мы о Wellness Pack будем говорить на других наших Wellness вебинарах. И вкусно, и полезно, да, и ощущение сытости надолго. И завтрак, такой вот богатый, да, протеинами, аминокислотами, дает долгую сытость, и он на самом деле не слишком калорийный, что бы вы туда не добавили, вот. И привычка завтракать, как известно, снижает риск набрать вес. Поэтому, друзья, всем советуйте завтракать, да, обязательно завтракайте сами. Давайте сейчас пойдем как раз позавтракаем коктейля Natural Balance. И в заключении что хочу сказать, друзья, что нужно помнить, о чем нужно помнить, что коктейль Natural Balance это не лекарство, это еда. Но мы понимаем, да, что от еды, вы сегодня уже поговорили, зависит очень многое. И это тот случай, когда мы можем опять процитировать Гиппократа. Пусть наша пища станет лекарством. Поэтому будьте здоровы, друзья, живите богато. До новых встреч!